Всем good morning. Времени 9.20. Проснулись мы 20 минут назад. Она заебалась, что я постоянно её снимаю. Да я работаю, потому что уже... Алиса. Моя бубулечка. Моя, блядь. А всё, мы живём вместе теперь. Это наша бубулечка. Мне нравится, как ты решила всё за нас. Ты чё такой токсик? Я не выспалась. Лавка с завтраком приедет через 15 минут. Пойдёмте умоемся, может быть, хотя бы. Сегодня грандиозные планы на день. До ванной я так не дошла. Мы пришли к выводу, что я во вкусе фуд-фетишистов, а Полина нет. Да, я во вкусе нормальных мужиков. Вот, и мы занялись тем, что мы меряемся ногами. Нет, ну ты прям меня вообще этим бигфутом уставляешь. Каким бигфутом? У меня 35-й, у тебя 37-й. Это нормально, что у меня... Но находит бить вот это вот. Я душнила сегодня, господи, как не повезло. Душнила. Я всё-таки дойду сегодня до ванной. Я умоюсь, я почищу зубы, не буду вонять. Волосы завязали, умываемся. Для тех, кто до сих пор ещё не в теме, я реально умываюсь обычным мылом кусковым. Опять курьер пришёл. Я должна делать рекламную вставку на таких моментах, честное слово. Ресничка. Здравствуйте, спасибо. Всем доброе утро, Жаполина. Вот так выглядят девочки, которые реально работают. Они всякие влоги на YouTube снимают. Вот именно дохуем. Мы реально Юля Пушман, что-то из Каспарянс. А кто из них работал тот раз в своей жизни? Я хотела сегодня обосрать реально всех, чем тебе Пушман с Каспарянс не угодили. Короче, не слушайте её. Она сегодня токсик. Всё, что сказано будет в этом влоге от неё. Хуйня собачья. Занимаюсь я. Ну, так тоже нормально. Короче, у неё вот эти вот... Как говорили, поё не поёт. Поёт это в душе. Я, короче, из тех людей, которым всё время лень наливать воду в стакан. Налей воду в стакан! Что ж такое? Стакан! Маме ругается, поэтому давайте стакан. Почему? Она киснет. Что? Ты считаешь, что я заразная? Нет, она просто киснет. Пришла в этом маме. У меня есть конвектор Гуаша. Гуаша? Гуаша это краска. Гуаша, блядь. Поёт это в душе. Гуаша это краска. Это Полиня. Она бабушка, поэтому есть зефир. Это дрип-пакет и кофе. Я их показывала много раз. Шоколадная колбаса из лавки. Будем как-то комментировать? Не будет. Не стыдно тебе? А, кстати. В пятницу у меня... Влоги про мужиков точно будут. Подкасты про мужиков точно будут. Завари мне свою юницу нихуй. Сейчас я прямо намажусь. У тебя уже третий. Третий крем! Третий, девочки! А вы все так делаете? Ну там сыворотка, потом точечный. До этого крем под глазами. Я таймлапс на это сделала. Отстань. Это моя... Вот это моя мони рутин. Очень... Это... Там... Там перец. Блядь. Это... Ты куда денежный мой? Долларовое дерево, блядь. Ммм. Мне заварили вот этот юньцуньхуй. Это какой-то ее китайский чай. Сейчас возьмем интервью, поймем, что это такое. Аполлинария Сергеевна, что за юньцуньхуй? Ты каждый раз его так называешь, и называем настоящее... Не дохуньпао. Аганда или... Китайский чай, тонизирующий. Пьют вместо кофе. Его нельзя пить на вечер. Типа ты просто завариваешь веточку, и весь день вот ее фигачишь. Типа жизнь — это когда она завтракает много лосося. Рубрика «Интересные факты, почему мы дружим, и почему она завтракает много лосося». Давай вот эту вот лирическую историю. А! А! Я успела это заснять. Господи, что с ресницами? Мы возвращаемся после того, как убрали кухню после кофеечка. Блядь, я очень хочу спать. Я вчера херачила весь день. У меня сначала была работа, потом у меня была учеба, потом у меня проблемы на работе, проблемы на учебе. Одна сидела, рюкзак снимала весь день дома. Скинь, блядь, мне кружочки с кошечкой, а я, блядь, сижу, впахиваю просто, как папа Карла. Я вчера тоже работала. И вечером она заказала роллы. Какой это сет? Романтичный. Романтический сет много лосося. Много лосося заплатите мне за рекламу. Вот, романтический сет много лосося. Съела половину. Меня половина не билетовала. Подруга Ани Муэлл, это ты, как чувак писал? Мне чувак писал, мне, не ей. Добрый день, видел вас. Видео Ани Муэлл. Я так понимаю, вы подруги. Ваши квартиры находятся по вот этому адресу. Я думала, все, пора приезжать. Не знаю, блядь. Да. Короче, я отвечала вчера за лайковую часть вечера, я помыла посуду, заказала покусать, прибралась, вытянула лосося. Разница в нашей подаче. Типа я такая, блядь, ну... Заставили, сказали смотреть вот туда. Надо вставить много скримеров. Короче, я чувствую, этот влог будет очень долгим. Вы просили долгий влог, вот вам, блядь, долгий влог. Мы с вами достигли какого-то неприличного уровня близости, на мой взгляд. Ну, а где, как ни в ванной, я могу вам рассказать, какие у меня сегодня планы на день. Сейчас 12 часов дня, я должна поехать в кофейню. Они купили у меня интеграцию в Рилс. Я должна покушать у них, попить кофеечку, снять видео о том, как мне там понравилось или не понравилось. Дальше по планам заехать домой, покормить крыс, так как я живу на два дома. Да, для тех, кто не в курсе, я живу на два дома с Полиной и с мамой. Все, покусики. Покусики на время ванной, извините. Полина, сейчас собеседование, поэтому я разговариваю с вами шепотом. Я соберусь и вернусь к вам. В общем, я даже собралась, вот эта прекрасная мадам отвела собеседование. Я высушила волосы Дайсоном девочки. Она не насосала, а купила сама. Я высушила волосы Дайсоном и поняла, что я не люблю Дайсон. Прикольно делает локоны, но выпрямляет волосы он, откровенно говоря, хреновенько. За такие баблища, такое дерьмище. На мой волос это идеально. На твой волос, окей, идеально, я понимаю. На мой херня собачья. Надо попрощаться с Алисой. Алиса! Моя плотика. Давай. Надо прощу. Ты меня так любишь, да? Да-да-да. Пока! Тебя как Алису. Пока! Мама, ты вырастила гангстеру. Короче, вот такой вот недообраз. Все черное. Единственное белое это подошва и носочки. Покусики! У меня уже платное ожидание. Все таксисты города Москвы, если вы смотрите этот влог, простите меня, пожалуйста, мне стыдно. Я блогер, я снимаю видео, я поэтому постоянно пазднула к вам. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. У вас можно курить электронные сигареты, которые как парилочки? Спасибо. Обожаю солнышко в Москве. Особенно люблю вот такие райончики, как Динамо, всякие вот такие штуки. Блин, это надо показывать отдельно. Короче, Динамо, Сокол, аэропорт. Очень красиво, очень круто, очень миленько. Я приехала в кофейню. Они заказали у меня рекламу в Рилс. Поэтому будем с вами сегодня тестить. Вам честно расскажу в рекламе, возможно, не очень. Шучу. Дали депозит. Ну и денежку, естественно. Поэтому сейчас будем с вами тестить сие кофейню. Тут еще есть вино и завтраки. Поэтому мой второй завтрак. Дальше вы будете слышать только мой закадровый голос. Потому что сколько бы лет я не была в блогинге, мне все равно стрёмно говорить на камеру в общественных местах. Что-то снимать, беситься, пожалуйста. Но говорить мне как-то все равно сложно. Что хочу сказать насчет кофейни. Мне понравилось. Мне принесли меню, очень крутой интерьер, все дела. Как я уже говорила ранее, район просто замечательный. Но цены здесь достаточно высокие. На самом деле придраться не к чему. Я в целом снимала вам обзор на то, что вот, здравствуйте, у меня купили рекламу. Но я бы, наверное, сюда не пришла, потому что для меня это дороговато. Либо я пришла бы в какой-то прикольный день. Я бы хотела каким-нибудь завтраком отметить какую-нибудь победу в жизни, например. Салат не очень зашел, потому что рыба вкусная. И редко где делают салаты с рыбой хорошего качества. В общем, мой второй завтрак прошел очень круто. Я поболтала с папой по видеосвязи. Кстати, посмотрите, я взяла сырники. И это было лишнее, потому что я слишком сильно переела. Но они были очень вкусные. Ну что, возвращаемся в реальную жизнь, так сказать. Мне все еще немножечко стыдно снимать в общественных листах блоги. Именно с моим голосом. Просто снимать не окей, но именно с голосом прям сложно. Поэтому sorry, что обзор на кофейни получился со звучкой. Вам вроде нравится. Ну, кстати, затяните туалет. Туалет офигенный. Прям максимальная эстетика, знаете, ноготочки пофоткать. Вот всякая вот такая тема. Это прям тут классно. Стой, не переключайся. Это прямое включение с монтажа этого влога. Очень важное, не рекламное. В мою гениальную голову пришла гениальная идея. Организовать одно очень крутое мероприятие. Но на него потратится огромное количество денег. И на него потратится огромное количество сил и нервов. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня. Я пока не хочу вам рассказывать подробно, что я придумала. Пока не реализую. Но мне нужно понимать одну очень важную статистику. Ребята, которым исполнилось 18 лет. Кто находится в городе Москва. И кто готов потратить на очень крутой вечер плюс-минус там тысячу-две тысячи рублей. Пожалуйста, подпишитесь по ссылке в шапке профиля на телеграм-канал. Там не будет флудилова. У вас не будет засрана телега. Вам не будут продавать курсы, гайды и всякую вот такую инфициганскую фигню. Блин, просто я хочу встретиться с вами лично. Делать очень крутое мероприятие. Прям, блин, божественное. Я не могу вам пока рассказывать всего. Но мне нужно понимать статистику, сколько людей теоретически может прийти, захочет со мной встретиться и все такое. Так что, пожалуйста, люди вот с этими параметрами. Если вы подходите и вы хотите попасть на какое-то крутое мероприятие, пока не могу рассказать точно. Пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал в ссылке в шапке профиля и напишите туда плюсик. А мы продолжаем влог. В общем, это не дешевое место, но при этом очень вкусно. Обычно, если сильно дорого, получается так, что, ну, типа, тебе плюнули вот этим листом салата в тебя и соусом полили, и типа норм. Тут не так, тут типа вкусно. Короче, я довольна. В общем и целом, вы слышали весь мой отзыв. Я наверняка озвучила за кадром все. Мне в целом очень понравилось. Все классно, все кайфово, все вкусно. Да, немного дорого, но, простите, это и какой район? Что вы хотели? Это Сокол. Сейчас вызвала такси, и мы выдвигаемся ко мне домой за аппаратурой. Погнали! Пока жду такси, но что-то очень долго едет. Я словила офигенное солнышко, боже. Витамин D, спаси меня от депрессии, пожалуйста. На самом деле, у меня нет никакой депрессии, у меня прекрасная жизнь, я не жалуюсь. Откровение. Я сейчас живу на два дома у Полины, очень красивая инстаграмная квартира, которую вы постоянно видите. И у себя дома с мамой, там уебищная квартира, откровенно говоря, ремонт уебищный для инстаграма. Ну, типа так оно и есть, поэтому ни в коем случае никого не виню, ничего такого. Но мечта есть такая, переехать в какое-то очень крутое место, с очень крутым ремонтом, районом, ЖК, все дела. Только несите, все что угодно, блин, только несите. И я сейчас сегодня вот приехала в эту кофейню, и я поняла, что я хочу здесь жить. Реально, когда-нибудь я куплю вот здесь квартиру. Мне пофиг. Я сделаю все, но я куплю здесь квартиру. Очень красиво здесь. Ну, а пока надеваем очки из моди и идем в свой эконом-такси. Я не против. Считаю бизнес растратой денег пустой. А у вас можно курить электронные сигареты, парилочки? Мы сегодня разрешаем, девушкам иногда разрешаем. Окно открываем. Да, да, открою. Спасибо большое. Спасибо. Я уже дома, села немножечко поработать, монтирую видосики, всякие вот такие дела делаю. Выкладываю шортсы и рилс в запрещенный грамм. Поездка сегодня с отдачей аппаратуры отменяется, потому что я отправила ее курьером. Поэтому пока не знаю, что я буду делать. Наверное, закажу покушать. Посижу с вами, поболтаю. Но, может быть, вечером схожу в зал. У меня пока такая вопроса-настория насчет зала. Вот, буду смотреть, как я себя чувствую. Пытаюсь выбрать между вкусной точкой и KFC. Ну, я же на ПП, все дела. Наверное, лучше вкусной... KFC. Блин, или вкусной точкой. Я не знаю, короче, что из этого выбрать. Я пытаюсь еще не спалить параллельно адрес. Может, много лосося. Что, что, что я хочу? Комбо-обед обошелся мне в 611 рублей. Такая, наконец-то, здесь поймала красивое солнышко. Я хотела попить, а тут туда муха залетела. Боже, правый. А если ее вы... Это муха? Это... Это оса, бедненькая. Ты умерла. Мне ее жалко. Чай мне тоже жалко. Жизнь такая сложная штука. Заказала сейчас вкусные точки. Наверняка сделаю вам обзорчик. Что могу сказать? У меня сегодня день какой-то не по плану пошел вообще. Очень сильно не по плану. Прям пиздец, как не по плану. Я очень сильно бесюсь, когда у меня что-то идет не так, как я ожидаю. Сегодня хотелось бы насыщенный влог о том, как я съездила сюда, съездила туда, куда-то еще. У меня половина планов отменилась. В зал я не хочу, у меня нет настроения. Но мне нужно работать. А показывать вам свою работу, это скучно. Потому что я просто сижу вот так вот в телефончике и монтирую. Еще веселее от того, что мне стало очень грустно. На меня просто напала какая-то непонятная депрессуля. Я не знаю, откуда она у меня взялась, что у меня случилось. Просто стало очень грустно. И даже, ну, не месячные, сори. Заедать свою грусть. Фигура огонь. Я ем творожный жирный сыр ложками. И остаюсь вот такой. Это все из-за того, что мне 20 лет. И мне не надо гордиться хорошей фигурой. Потому что после 30 все будет плохо. Я даже вставлю этот комментарий, потому что это такой трэш. Таких неадекватов и обиженных на жизнь людей я не видела еще пока. Кстати, вот что я ей на это ответила. Девочки. Знакомьтесь, Евгения. Вот у нее такая блямбочка. Федор. 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 Степан и Захар. Унпакинг вкусные точки. У нас мини-импровизированный. Как сказать? У нас мини-импровизированный обзор на вкусные точки. Живу я в Москве, поэтому у нас именно вкусные точки. Дированская картошечка. Двойной чизбургер. Ну и классика жанра. Два сырных соуса. Апельсиновый Эвервес. Это, по сути, Фанта в Раше. Мне, кстати, очень нравится апельсиновый Эвервес. Я уже его пробовала, естественно. Ну, блин, ну потому что он не отличается от Фанта. Я так же, как Пепси от Кулы, не отличала. И Зеро от Незеро Кулы. Так же апельсиновый Эвервес и Фанта для меня это абсолютно одинаковый напиток. Да, неплохо, хорошо. Картошка по-деревенски. Может, я какая-то непридирчивая? Но, на мой взгляд, это вообще не отличается от мака, который был маком. На мой взгляд, чуть-чуть даже вкусно. Ну и нестареющая классика. Чизбургер. Двойной. Вторую котлету положить не забыли. Я что-то расклеилась, девочки-мальчики. Я, конечно, плю за честность, все дела, открытость. Но я не хочу о своих проблемах каких-то в блог вещать. Может, я со всем справлюсь, все будет нормально. Но хочу на этом завершить влог, потому что, ну, не хочу давить на вас негативной энергией. Я надеюсь, что вам понравилось. Вы давно просили у меня влоги побольше. Я старалась. Вот вам большой влог. Как проходит в среднем моя жизнь. Сейчас я буду просто монтировать, лежать на кровати и снимать. Это не вижу никакого смысла и лягу спать. Собственно говоря, на этом все. Всем покусики. Я не хочу натягивать улыбку. Это будет стремно. Просто всем покусики.